Что касается ситуации на Украине, для меня Украина страна, мягко говоря, не чужая, мои родители родом из Одессы, сам я полдетства в Одессе провел, ну, родился я уже в Москве, но каждое лет туда ездил, и сейчас я этот город обожаю. Мне очень дорог Киев, где у меня много друзей, где я сто раз бывал, и я, собственно говоря, последний раз я там был на финале чемпионата Европы, и я прекрасно помню, как на Крещатике была фан-зона, и люди со всей Европы получали там, гуляли, и киевляне тоже получали там колоссальное удовольствие времяпрепровождение там. Это была такая чистая, душевная, хорошая, светлая атмосфера. Я помню, как едет инвалид в коляске, украинец, значит, бейсболочка жовто-блокитная, Украина надпись, и мимо идут три таких пьяненьких итальянца в таких халатах под римскую тогу, и он их видит, значит, там Италия написано, он понимает, кто это. Значит, и он начинает вдруг смотрит на них и начинает им кричать «Рива! Мацоло! Ривера!», а их пронимает, потому что, ну, старик, который всю жизнь жил за железным занавесом, никогда не видел вживую этих итальянцев, но был фанатом их футбола, фанатом Ривы, Мацоло, Риверы. И эти итальянцы падают перед ним на колени и начинают ему целовать руки. Это было совершенно потрясающее впечатление, которое вот... И вот представить себе, что там потом стрельба, убитая, ужас весь этот, который мы наблюдали. У меня до сих пор, это все не укладывается в сознание, у меня до сих пор это как будто какое-то кино. Это что-то совершенно жуткое, я не верю в то, что это происходит. Что касается отношения к Майдану и так далее, нужно ко всему подходить здраво. Не так, как все это, так сказать, подают наши федеральные каналы. С другой стороны, не так, как все это подают украинские каналы. То есть никакой пропаганде я не верю вообще, ни с одной, ни с другой стороны. Я стараюсь общаться с людьми и я разговаривал с многими украинцами, которые придерживаются самых противоположных политических воззрений. И у них только... Они сходят все только в одном. В том, что вина за происходящее целиком и полностью лежит на той власти, которая до всего этого дела довела. То есть я не видел ни одного человека, который не ненавидит, либо не презирает Януковича. Мне стыдно, что моя страна дала этому человеку убежище. Во всем остальном, я скажу так, мне безусловно не хочется, чтобы к власти на Украине пришли националисты, правый сектор и так далее и тому подобное. Но с другой стороны, я знаю, что на Майдане было очень много нормальных, честных, демократически настроенных людей. То есть там есть все, да, это бесспорно. И крайне неприятная мне категория людей в том числе. Но не нужно вгонять все в одно какое-то вот это прокрустово ложе представлений о том, что там одни бандеровцы, нацисты и так далее и тому подобное. Это чушь собачья. То есть людей достала бессовестная власть, которая была до недавних пор. От этого все пошло. И для меня главное во всей этой ситуации одно. И так уже крови пролилось достаточно. Хватит. Все. И в плане того же самого Крыма, я скажу, мне не столь важно, кому Крым будет принадлежать, сколь мне важно, чтобы ради того, кому он будет принадлежать, не было пролито крови. Чтобы правильно Юрий Шевчук написал в своем блоге, он повторил название своей песни «Не стреляй», чтобы не было действительно войны, чтобы не были стравлены два братских народа. Для меня это в тысячу раз важнее любых политических конъюнктурных соображений. Вот, собственно, да, все, что я хочу сказать в этом поле.